Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами в эфире в прямом вопрос-ответсессия с психологом Денисом Шаповаловым. Работаю я в теме детско-родительских семейных отношений и в этом прямом эфире отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне в основном присылаете в директ в Инстаграм. Итак, начнем с первого вопроса. На этом вопросе я хочу немножко в каком-то смысле проиллюстрировать то, о чем я вас постоянно прошу. Пожалуйста, присылайте мне развернутые большие вопросы с большим количеством текста. Это очень поможет мне наиболее точно подготовить для вас ответ. И вот яркий пример короткого вопроса, на который хочется дать быстрый ответ, но все же я постараюсь дать несколько ответов на этот вопрос, чтобы вы почувствовали, как это по-разному может быть. Вопрос звучит следующим образом. Как влияют родственники на воспитание ребенка? Вот казалось бы, вопрос на первый взгляд звучит достаточно просто и понятно, но сколько же на него много может быть ответов, если мы с вами учитываем те или иные нюансы, а нюансов может быть очень много. Итак, например, у нас есть семья, где ребенок 4-5 лет, и семья очень занятые мама и папа, наняли няню. С ребенком прибывают няня, и такие родители задают вопросом, а как могут влиять родственники на ребенка, да, если няня проводит с ребенком много времени, родители не проводят времени с ребенком достаточно, они заняты, у них серьезная увлекательная работа или не увлекательная, просто работа занимает много времени, то у них может возникнуть такое подозрение, что поскольку у них в доме в гостях бывают какие-то родственники, то на ребенка оказывается какое-то влияние, видимо, извне, да, они не такие, и они не понимают, откуда, да, у ребенка что-то, какие-то привычки или какие-то слова, ну, что-нибудь, что их заставляет задуматься и задать мне такой вопрос. Это одна ситуация, да, здесь, возможно, все исходит от няни, потому как няня тут замещает и папу, и маму, и в таких ситуациях бывает, что родители ревнуют ребенка к няне, потому что няня вот так вот занимает много места в жизни ребенка, что ребенок ее ждет, ребенок спрашивает, где она, когда она придет, и он повторяет много за ней, родители не сильно хотят этого видеть, возможно, и думают, что какое-то влияние родственников есть. Такая не очень приятная ситуация вполне может быть, это раз. Второй момент. Мама с папой есть у ребенка и уделяют ему достаточно внимания и совершенно не думают о том, что нужна няня, потому что они справляются прекрасно сами, но они воспитывают ребенка так, как считают нужным, не особо обращая внимание на его особенные какие-то вот индивидуальные потребности, которые могут идти в разрез с представлениям мамы и папы о том, каким должен быть приличный ребенок, например. И что это может быть? Ну, возьмем, например, такую потребность ребенка, как представим, да, что в нашем примере ребенок любит очень тактильный контакт. И этот тактильный контакт он просит в достаточно неудобных для мамы и папы формах. Например, он хочет подраться, побороться, или он хочет как-то пообниматься, может быть, и если всего этого ему вы даете в достаточном количестве, то он легко вас отпускает, он легко, с ним легко договориться, да, у него его, скажем так, одна из базовых потребностей удовлетворена. Но мама-папа считает, что это как-то не очень, мы, может быть, какую-то нюню вырастим, который вот любит вот это все, да, и мы так стараемся держать ребенка в таком жестком таком, да, теле, и не даем ему то, что ему надо. И тут вдруг мама с папой и с ребенком идут в гости. А в гостях, например, есть какой-нибудь родственник, который, например, у него нет детей своих, и он видит вашего ребенка, и начинает, наоборот, с ним затевать какую-то такую игрушечную драку, что-то такое вот как-то так тискаться, как-то имитировать какой-то бой, да, и вот это вот все делать, ну, просто потому что ему так захотелось, он посчитал это уместным. Ребенок маленький, он так с маленькими детьми когда-то уже играл, и ваш ребенок, видя, что сейчас его одна из базовых потребностей будет удовлетворяться, он раскрывается к этому родственнику, идет к нему, контактирует с ним, а потом, когда вы из гостей уходите, там, на следующий день или там через день, да, он пытается как-то, ну, вот же, можно же, классно же было, давай это как бы повторим, и опять с этим к маме и к папе, вот. Вот, а вы помните, что мы в этом примере договорились, что наши мама и папа хотят ребенка воспитывать в приличных, так сказать, рамках, без вот этих вот излишних тисканий, и уж тем более без каких-то необоснованных игрушечных драк, что-что-то хорошего-то, елки-палки. Вот, и они потом думают, ну, сходили в гости, поднабрался там, смотри, теперь вот что это, не будем туда больше ходить, и опять его этот наш кто-то там поднатаскал вот в таком вот непонятном, мы только, так сказать, пресекаем это, а он опять. Ну, вот в такой ситуации тоже можно говорить, что родственники могут влиять на вашего ребенка, и оказывать это влияние могут, но, видите, здесь в этой ситуации корни растут от базовой потребности, которую случайно раскрыл один из родственников, и вы недовольны, ну, наши родители, с примера, недовольны тем, что это так происходит, и, возможно, вот такие родители задают мне вопрос, а влияют ли, да, а что с тем делать, а правильно ли это, да. Ну, и возьмем еще третий пример уже, да, чтобы как-то закрыть тему, пишите мне длинные вопросы. Представьте, что ребенка воспитывает, например, мама одна, и у ребенка нет папы. И вот кто-то из родственников взял и провел время с родственником, ну, например, там, дедушка или мамин брат, провел время с мальчиком этим, например, это мальчик, да, и повзаимодействовал с ним, например, взял его с собой на рыбалку, да, вот, и когда ребенок вернулся домой, то мама замечает, что в ребенке появились какие-то новые интонации, которых раньше не было. Мама замечает, что в каких-то, может быть, моментах ребенок стал более рисковат. Что-то такое мама начинает замечать, а все это лишь только о том, что к мальчику, к этому, что называется, не прикасалась мужская рука, да. И вот после такого длительного взаимодействия с родственником мужского пола, мальчик получил, собственно, то, что должен и всегда получать, но в силу определенных обстоятельств мальчика воспитывает мама одна. И она что-то замечает и думает, ну не влияют ли родственники на моего ребенка как-то вот негативно, и что это за влияние, и так далее. Конечно, мамы продвинутые, которые понимают, что раз уж так получилось, раз уж так вот получилось, что они остались одни без мужа, они наоборот подсовывают мальчику каких-то знакомых мужчин или мужчин в виде тренеров каких-то спортивных секций, понимая, что мужское нужно как-то в мальчике нарастить, а мама не способна это сделать, потому как женщина. И они ждут как раз, что этот огонек маленького будущего мужчины зажгут, и мальчик вырастет полноценным. Они как бы понимают, что надо дополнить, надо это дать, да, и тогда, конечно, у них не возникает такого вопроса. Они радуются этому влиянию со стороны мужскому на своего сына, и тогда, да, влияние это нужно и полезно, и они этого ждут. Если они осознают, что это надо, а это нужно, если мальчик растет без отца и воспитывает одна маму. Вот и получается, что, ну, три таких на скорую руку, что называется, ответа на вопрос, как влияют родственники на воспитание ребенка. Надеюсь, что на этом примере я вам показал, что лучше писать большой развернутый текст. Мне несложно будет его зачитать, но мне будет легче, точнее ответить вам на ваш поставленный вопрос. А все-таки цель моих вопросов-ответсессий помочь вам с вашим вопросом, который вы мне задали. А помочь я могу, когда текст большой, когда есть какие-то подробности дополнительные, а не вот такой вот общий вопрос.